22 июля состоялась встреча министра науки высшего образования Российской Федерации Валерия Фолькова с молодыми учеными. Мероприятие, организованное Минобра науки России совместно с Координационным советом по делам молодежи в научно-образовательных сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Участие во встрече приняли и представители Казанского федерального университета, член Координационного совета, председатель Ассоциации молодых ученых КФУ, заведующие кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов КФУ Михаил Варфоломеев, а также заместитель председателя Ассоциации молодых ученых КФУ, доцент Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Айрат Каюмов. На встрече обсудили цифровизацию и популяризацию науки, меры по поддержке молодых ученых, коммерциализацию научных открытий и создание единой платформы для взаимодействия молодежи с руководством страны. Одним из вопросов стала материальная поддержка аспирантов. Аспиранты, к сожалению, сейчас являются, наверное, одной из наиболее незащищенных представителей молодых ученых. Особенно на первый-второй год обучения, когда они еще только начинают заниматься наукой и не могут претендовать на различные премии, на различные гранты, потому что они не могут тягаться с другими аспирантами, у кого уже есть какой-то научный задел. Валерий Фольков отметил, что эффективность аспирантуры на сегодняшний день недостаточно высока. Поэтому вместе с решением вопроса по поддержке аспирантов необходимо и повышать качество их научной деятельности. «Хорошего аспиранта всегда научный руководитель кормит. В том смысле, что хороший аспирант, ведь он увлечен и в образовательную деятельность, и в исследовательскую. И давайте будем тоже честны, хороший аспирант, он не получает 6-8 тысяч, он все равно получает другие деньги. Как только мы решим вопрос с эффективностью аспирантуры существенно, я двумя руками за то, чтобы стипендий аспиранта было гораздо больше». Сегодня количество защитивших кандидатские диссертации невелико. На заседании обсудили и вопрос об онлайн-защите. По мнению участников, такая возможность повысит количество защит в целом. По окончании заседания Валерий Фольков предложил проводить подобные встречи в регулярном формате.